Я считаю, что это все произошло отеждевенчеством, потому что вот это как бы многолетний импорт, который шел к нам, к которому мы привыкли. Почему мы считаем, что это лучшие продукты, лучшие машины и все. Ведь мы до этого жили огромное количество лет и снабжали себя едой одной из лучших. У нас молочные продукты лучшие были в огромной стране, мы никогда не нуждались. У нас есть хлеб, у нас есть мясо огромное количество. То, что вы говорите о добавлениях каких-то, о грехах, сыр не такой, это надо наладить, потому что у нас всегда было производство лучше молочных продуктов. И что касается машин, остались же даже совместные какие-то предприятия, независимо от санкций каких-то. Остались и совместные предприятия, которые делают машины. У нас сельскохозяйственная техника своя. Ничего говорить, мы справлялись, когда был занавес более железный, чем сегодня. Поэтому можно, но это должны решать не мы, сидя с вами, беседуя, я артист, вы журналист, телевизионный. А в принципе это сегодня должно решать правительство. Потому что это можно решить с нашим талантливым народом, возродить какие-то предприятия, которые угроблены или закуплены, загублены. И работать, потому что надеяться на то, что снимут санкции, мы заживем. Мы заживем и так. У нас есть самое главное, есть сырье, есть все для того, чтобы делать свой сыр и делать свое мясо шикарное. И пшеница у нас есть, металл есть, заводы есть, талантливых людей много. Значит, надо их сконцентрировать, поднять нашу науку, которая за многие годы тоже устала доказывать, что мы все можем. И мы заживем нормально.